приветствую вас дорогие друзья на нашем канале добро пожаловать сегодня я хочу поговорить с вами про один очень интересный аромат и очень необычный аромат для меня причем у меня будет он не один к шарель ну а два варианта вот этот который я держу сейчас в руках ему уже 18 лет этому аромату этому флакону посмотрел проверил он был выпущен в далеком 2000 2000 году в октябре месяце и на воде то есть это будет некоторое такое сравнение одного и того же аромата но разных годов выпуска и вот это вот маленькая прелесть на 30 миллилитров он был выпущен в прошлом году что ли если мне не изменяет память то есть вот это на воде а вот это можем так уже сказать винтаж я думаю про этот аромат знают все слышали его все многими он любим причем безумно любим посмотрел комментарии на фрагрантики очень очень много пишут очень много положительных отзывов есть конечно и негативные куда без этого и я даже знаете не знаю какому лагерю себя отнести потому что он в то же время и нравится и в то же время не нравится потому что я не могу его еще понять причем мое сравнение ну знаете наверно будет одним словом разницы абсолютно никакой я не услышал в обоих этих ароматов для меня они звучат абсолютно одинаково за исключением того что здесь изменилась изменился цвет жидкости за 18 лет он приобрел тут приобрет такой довольно фурацелиновый оттенок я думаю все значит к фурацелин и винтажном варианте в аромате 2000 года немножечко сбились верхние ноты совсем чуть-чуть и звучит это недолго минут наверное пять десять от силы присутствует некоторая кислинка с пластмассовыми нотками в дальнейшем все это усаживается проходит и он звучит абсолютно одинаково ребят я не знаю лично я по крайней мере никакой разницы в этих двух ароматов в последующем не увидел стойкость у обоих вполне приличная продержались они на мне что один что второй аромат не меньше восьми часов вот по поводу шлейфа конечно мне сложно сказать потому что необычность этого аромата лично для меня для карины то есть что я что она слышим абсолютно одинаково а слышим и его очень скромно очень тихо очень деликатно аромат знаете он вторая кожа аромат как многие еще любят говорить на ночь то есть его можно смело наносить перед сном и ложиться спать то есть он не удушливый он не надоедливый хотя многие пишут что он и удушливый лично я бы вот таким не назвал потому что как по мне аромат незаметный я его слышу слышу очень очень слабо очень очень тонко в основном это конечно же белый мускус и молоко хотя молоко здесь не заявлено в пирамиде этого аромата пирамида кстати обширная когда покупал вот этот меняю миниатюр так скажем на 30 миллилитров я брал его без от теста они у нас продаются в магнит косметик и никогда нету тестер на этот аромат я думал что это кашарель значит должно быть что-то интересное и она в принципе интересное на самом деле но когда мы его взяли я знал заранее пирамиду я смотрел что там очень много нот и когда мы нанесли у меня было удивление белый мускус и молоко все больше в нем ничего не слышу а нет слышу еще знаете что лично как по мне он напоминает крем для рук бархатные ручки назову его так то есть крем для рук вот белый мускус молоко и в общем и и целом звучание именно крема для рук что здесь что здесь вот абсолютно одинаково хотя пирамида я не знаю тут сумасшедшая пирамида у этого аромата верхних нотах слива зеленые ноты белая фрезия персик пион и белый мускус в сердце композиции зеленая трава лилия жасмин и ланг-кланг ландыш и роза и базовые ноты кориандр сандал бабы тонко ваниль кофе ладан и белый кедр то есть ребят здесь есть кофе не знаю нет для меня ничего из всего перечисленного за исключением наверное только белого мускуса и в общем молочный кремовый аромат нежный деликатные уютные приятные не спорю но просто вот почему я в замешательстве не могу определиться нравится он мне или нет потому что я смотрю на обширную пирамиду я слышу всего лишь навсего крем для рук бархатные ручки с мускусом и молоком не знаю это на самом деле интересно это на самом деле прикольное необычное с удовольствием конечно будем носить кстати винтаж у нас появился благодаря оля-ля парфюмчик вы за что огромное спасибо и за эту замечательную возможность сравнить два разных аромата 2000 года и 2017 года просто необычно на самом деле необычно смотреть на эту пирамиду и ощущать всего лишь навсего три ноты которые звучат очень тонко очень нежно в унисоном кремом для рук не знаю вот у меня такие ассоциации ребят пишите свое мнение по поводу этого аромата что слышите в нем вы мне на самом деле очень интересно потому что опять же таки если ссылаться на фрагрантику многие пишут что он даже и удушливый что он звучит развивается раскрывается переливами каких-то белых цветов цветочных нот фруктовых нот и даже то есть такое люди слышат не интересно почему этого не слышу не я не карина вот такая вот метаморфоза с этим замечательным интересным и наверное даже легендарным ароматом потому что на самом деле у него очень очень много поклонников это один наверное из любимых ароматов у бренда кошарель ну естественно там и она из она из и лулу и дэн то есть это прям культовый аромат у этого бренда и он в том числе поэтому ребят пишите обязательно свое мнение мне очень интересно знать ваши впечатления по поводу этого аромата насколько объемный он для вас как много нот вы в нем слышите мне правда бы хотелось это знать потому что правда правда для нас для нас кариной карина даже знаете еще больше скажу она слышит здесь чай улун молочный чай улун вот она слышит молочный чай улун я вот чая не слышу но я слышу вот именно белый мускус молоко и самый наверное обычный с универсальным ароматом крем для рук ну бархатные ручки так я вот шутя его называю в общем на сегодня это все дорогие друзья обязательно оставлять свое мнение по поводу этого аромата поделите своим впечатлением как он вам любите вы его не любите что слышите в нем обязательно пишите всем спасибо за просмотр до скорых встреч пока